Идеон известен тем, что он много раз спрашивал Господа. И в его молитвах он иногда говорил, «Да не прогневается Господь, что еще раз попрошу?» То есть это ободряет нас к тому, что мы можем неоднократно спрашивать Господа. И периодически у нас есть борьба с верой в нашем сердце, то есть с неверием. Вера и неверие. И нам нужно смотреть в Слово Божие, тогда Слово будет укреплять нашу веру. Но иногда Бог говорит так же сверхъестественно нам, чтобы нас укрепить и ободрить, чтобы мы делали то, что хочет Господь, чтобы мир был спасен. Я хочу сказать, это главная проблема человечества. Я хочу сказать, главная причина, почему Господь не приходит на землю. Некоторые догадались. Я скажу из местописания, докажу писанием из послания Петра. Написано, Бог немедлит исполнением обетования. Что такое обетование? Обещание вечной жизни, что Он придет, что Он совершит Царство Божие. Первое послание Петра, второе послание Петра, третья глава, девятый стих. Второе Петра, 3, 9. Господь немедлит исполнением обещания. Некоторые ложно ожидали конец света. Мы знали, что это ложно, потому что Библия говорит прямо, что нам не дано знать времена и сроки. Но, тем не менее, конец света или суд Божий когда-то придет. Может, что-то не случится завтра, может быть, не случится через полгода, или случится, может быть, через несколько лет, но это случится. Но здесь написано, не медлит Господь исполнением обещания, как некоторые почитают, что это медлением, но долго терпит нас. Причина, почему Господь не пришел на землю, это долго терпение, не желая, чтобы кто погиб, и скажем вместе, но чтобы все пришли к покаянию. Еще раз повторим последнюю строчку. Но чтобы все пришли к покаянию. Вот это причина, почему мы существуем на земле, почему мир еще существует, потому что людей очень много, и Бог жалеет, Он долго терпит. И вот эта причина, и когда мы ищем волю Божию, то мы входим в планы Божьи. И сегодня будет несколько раз сказано слово в виде вопроса, что нам делать? Что нам делать? Вот Иоанн вышел, чтобы исполнить волю Божию, Иоанн Креститель. Он вышел исполнить волю Божию, и о чем он говорил? Чтобы все пришли к покаянию. То есть, он о том говорил, чтобы люди покаялись. И вот Церковь должна делать то же самое. Бог избрал нас для того, чтобы привести людей, к покаянию. Потому что там, где есть покаяние и вера в Иисуса Христа, там останавливается ад. Останавливается путь в ад. На краю погибели мы находились, стояли. И Давид говорит, Господь извлек нас из страшного рва, из тенистого болота, то есть болото, которое затягивало нас и поставило нас на камни. И давайте попробуем соединить Гедеона, соединить Ветхий Завет с Новым Заветом, с Иоанном Крестителем. Давайте увидим принципы. Бог призывает Гедеона, призывает верующих. Идти избавить народ, то есть принести людям спасение. Он говорит, почему я буду знать? То есть, он спрашивает первый знак. Бог говорит, не уходи, я дам тебе угощение. Он подождал. Первый знак, который дает Господь, он сверхъестественно поглощает пищу, предложенную Гедеоном. Он предложил еду, предложил ягненка, предложил мясо, предложил хлеб и предложил похлебку, то есть суп. Он сделал весь выбор пищи и он предложил человеку. Но это не был человек, это был ангел. Ангел сказал, положи на камень, вылей похлебку, то есть вылей. Обычно это не делается, но он вылил. И вот мы представляем пищу, как бы политую таким супом или как такая подлива, или суп. И вот он коснулся жезлом. И это все исчезло. То есть было поглощено, то есть Бог принял жертву его, но показал ему, что я не человек, который говорил с тобой. И когда он сказал, увы, то есть я умру, ведь Господь, у них было поверье такое и еще со времен Моисея, что нельзя меня увидеть и остаться живых. Поэтому боялись, что увидев ангела или Господа в лице ангела, он умрет. Но Бог успокоил Гедеона и говорит, шалом, то есть покой тебе. Ты не умрешь. И вот первое знамение Господь совершил. Но тем не менее, Бог дал ему второе знамение. Второе, Он говорит, спустись в стан врага, если ты боишься один, возьми с собой фуру, то есть твоего друга, военачальника, то есть фура. И они пошли вместе. Бог хотел, чтобы он услышал. Бог хотел, чтобы он услышал, что говорят враги. Враги говорили страх. Они говорили, «О, мне снился сон, что хлеб катился по нашему стану и разрушил наши палатки. Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иасова». Они говорили, и Бог ему таким образом сказал весть, «Не бойся, я предам их в руки твои». Было знамение. Но Гедеон после этого всего, когда уже собрал отряд, затрубил трубой, его Дух Святой объял, и он затрубил трубою, он после этого, когда собралось столько народа, он решается еще просить знамения. Говорит, «Господи, вот пусть не будет росы на земле». На землю выпадает роса. То есть законы природы пусть остановятся, а роса будет только на шерсти, которую я постелю. И так и произошло. Наутро он проснулся, земля вся сухая, а шерсть выжимал, целую чашу воды выжил. Господи, не прогневайся, еще одно попрошу у тебя, пусть следующую ночь будет земля вся в росе, а шерсть будет сухая. И Бог так сделал. Он просил у Бога, и вот Господь зовет нас, и мы говорим, а мы не уверены, Бог говорит нам иногда, через служителей, говорит нам, может, через пастора, через другого проповедника, Духом Святым, что Бог, говорит, Он призывает тебя, Он зовет. Но мы иногда сомневаемся. Но Бог хочет, чтобы мы верили, потому что от этого будет зависеть благословение и спасение множества людей. и Господь посылает их. Но теперь мы находим, что то слово, которое мы слышали, что Господь говорит, очень много народа. Они скажут, возгордятся, то есть согрешат, страшным грехом, гордости. Поэтому я хочу сказать, что многие церкви, они небольшим числом, они выступают вперед, и Господь будет давать им победы. Хочу ободрить вас, хочу ободрить тех, кто, может быть, из пастырей будет слушать, кто-то, может, унывает и печалится, что церковь не такая большая. Бог может сделать через немногих. Главное, чтобы мы были смиренными, и чтобы мы ослушались Господа, и Бог будет делать через церковь. Может быть, мы с вами не в огромнейшем количестве до этих пор, потому что, может быть, большое число принесло бы нам разрушение от гордости. Бог знает. Но и такое предположение возможно. Но нам надо постараться, чтобы Бог совершил и спас многих. Поэтому годами мы можем страдать и мучиться, и пытаться. И когда, наконец, сам Господь это сделает, то мы увидим, это сделал только Бог, потому что мы сами не могли никого спасти. Мы не могли изменить, но это сделал Дух Святой, это сделал Господь. Поэтому, друзья, нам нужно уповать на Бога и ожидать только от Господа. Итак, мы видим, что Гедеон, он получил это задание. У него еще был такой период личного посвящения. Это тоже нужно было разрушить истукана. Вот я говорил, не забудем это, идола сокрушить. Он пошел на риск, он боялся. Люди почитали этого идола, и здесь он разрушает его ночью. И жители узнавали, искали, потому что с Гедеоном было 10 человек, и кто-то из них проговорился. То есть они спрашивали, кто сделал, ну кто-то рассказал. Они пришли к дому, требовали выдачи Гедеона с целью убить его за уничтожение идола. И тогда отец вступается и говорит, кто вступится за этого идола, тот сам будет убит в тот же день. Отец был смелый. Смотрите, он выступает вперед и защищает своего сына. Я не знаю, что имел в виду отец. Хотел ли он сражаться лично, чтобы заступиться за сына, или он верил в Божье возмездие. Но он сказал, кто будет сражаться за идола, он сам будет убить в тот же день. Пусть он сам себя защищает, если он Бог, Ваал. Если он Бог, пусть сам себя защищает. Тогда люди успокоились. И назвали Гедеона Иераваалом. Будь Иераваалом своей собственной жизни, то есть разрушай тех идолов, которые могут к тебе привязаться. Мирская музыка, какие-то другие вещи, что бы ни было, разрушай это, потому что Бог не может употребить тебя до тех пор, пока у тебя будет другой Господь или другой начальник, или другой руководитель. Библия говорит, великое приобретение будет благочестивым и довольным. То есть мы должны быть довольны. Ничто пусть не владеет нами. Помните, как Гедеон сказал после победы, когда ему сказали, ты нас освободил, пусть нами владеет твой сын, и сын сына твоего, и так далее. Он сказал, не я, не сын мой, да не владеет вами. Господь да владеет вами. Аминь. То есть это был смиренный человек. Он любил Бога, и он хотел сделать одно, что даже дело, это было ошибочное дело. Он попросил драгоценности у каждого, но у него был замысел, не то, чтобы лично обогатиться, у него была цель сделать ефот, то есть сделать священную принадлежность к одежде. Но когда он это сделал, то народ стал блудно, написано, ходить. То есть это было духовное заблуждение. Они стали уходить в это место и поклоняться этому ефоду. Ну, цель у Гедеона была хорошая, чтобы как-то Бога прославить, но опять был создан некий идол. Народ еще не был готов, чтобы последовать за Господом, а они готовы были опять поклониться чему-то. Помните, когда Моисей поставил знамя медного змея, и каждый, взглянув на него, будучи укушен змеей, оставался жив. Но позже Езекия увидел, что этот змей стал идолом, и он сокрушил его, и разрушил его, и стер его в прах, потому что его стали звать Нехуштан, такое имя, и поклоняться ему. Видите, какая свойственность? Поэтому в нашей жизни нам нельзя ничему поклоняться. Ни предметам, ни вещам, ни технике, ни транспорту, ни инфотехнологиям, ничему нельзя, кроме Господа. Христос сказал ясно, Господу, Богу Твоему, что делай? Поклоняйся. И Ему одному служи. Поэтому пусть мы будем свободны в этом году во имя Иисуса Христа. Пусть мы будем независимы от всего, что мешает Иисусу. Чтобы мы знали, что нам нужно делать, и что нам не нужно делать. Чтобы быть открытыми, как Гедеон. Увидьте себя в этом, пожалуйста. Заметьте себя в Иисусе Христе. Вот в позиции Гедеона. Я не говорю о позиции сейчас физической, я говорю о духовной позиции во Христе. Человек, который может принести спасение. Абсолютно. Каждый дитя Божье, сестричка и брат, молодой и пожилой, может принести слово спасения. У нас есть слово спасения. Мы не являемся спасителями. Христос есть спаситель. Но мы являемся те, кто несем слово спасения. Поэтому Петр говорит, жители Иерусалима, к вам послано ныне спасение. Слово спасения сего. Павел говорит, что Евангелие – это сила Божия ко спасению всякому, кто поверит. Евангелие Иисуса Христа, то есть добрая весть, которая заключена во Христе, она является спасающей. И Бог зовет тебя. Поэтому вот этот путь Гедеона мы можем пройти по Писанию и дома, пожалуйста, почитайте, поразмышляйте, что Бог скажет в твое сердце. Если есть идол, разрушить его, уничтожить, даже если тебя не поймут, если тебя осудят. Но вот ты хочешь быть свободным. Но мы хотим быть в победе. Да. Хотим ли мы исполнить волю Божию? Да. Но готовы ли мы оставить то, что Бог нам говорит? Здесь наш выбор. И здесь наше право. И вот когда пришли к Иоанну, теперь я возвращаюсь в Новый Завет, когда пришли к Иоанну в Евангелии Иоанна, простите, в Евангелии от Луки в третьей главе, пришли к Иоанну Крестителю. И теперь что Иоанн Креститель говорит? Он говорит всем покаяться. И Он говорит покаяться по-настоящему. Он говорит, что не думайте, говорите, что отец ваш Авраам. То есть не утешайте себя этим, что вы дети Авраама, верующего патриарха. Потому что Бог может из камней создать себе детей. «Сотворите достойный плод покаяния». И вот Иоанн проповедовал покаяние и говорит, «Сотворите достойный, настоящий результат вашего покаяния. Потому что секира уже лежит, то есть уже топор лежит около дерева. И всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают». Это было очень серьезно. Иоанн говорил от Бога, как гром сириясного неба. Он сказал, «Уже топор лежит». Христос сказал то же самое. Иоанн Иоанна 15. «Ветви, которые не приносят плода, Господь отсекает. А которую приносят плод, Он очищает, чтобы еще больше принеси плода». Давайте скажем, «Бог хочет, чтобы я еще больше принесла, принес плода». Давайте, «Бог хочет, чтобы я больше принесла». Поэтому Бог будет очищать нас. Он хочет очистить нас. И в начале года я чувствовал, что Бог хочет, чтобы я вот это слово сказал. И я говорю это для себя, для тебя, для всех нас. И тогда, когда Иоанн сказал такое слово в Луке 3, что «сотворите достойные плоды покаяния», то прозвучал важный вопрос. Вопрос, который сегодня один из самых важных вопросов для верующих. Что нам делать? Наступил Новый год, мы говорим, что же нам делать? Молодежь спрашивает, может, у Господа, «Господи, что нам делать? Что ты хочешь, чтобы мне делать?» Родители спрашивают, что нам делать, Господь, как нам поступить, как нам спасти детей, как нам сделать то и то. Что повелишь мне делать? Несколько вопросов звучали в Библии. И вот народ спросил, потому что они поверили Иоанну. Они сказали, что же нам делать? Иоанн говорит Луки 3, 10 стих. И здесь Иоанн рассказывает о плоде покаяния. Что делает покаявшийся человек? Что совершает человек в покаянии? Евангелие Луки 3, 11 стих. Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот отдай и неимущему. У кого есть пища, сделай то же. Слово Господне от Иоанна, оно сегодня имеет актуальность или оно нам не принадлежит? Кто верит, что Иоанн проповедовал? Правильно. Кто верит в Библию? Аминь. Господь говорит, плоды покаяния таковы, что человек начинает заботиться об окружающих. Если у тебя есть две хорошие, две красивые одежды, ты видишь, что кто-то не имеет. Отдай ему. Благослови его. Поэтому церковь, которая собирает одежду, которая раздает ее и благословляет людей, делает правильно. Это будет покаяние. Наша не цель заработать на этом. Нужда всегда есть. Нужды есть огромные. Но нужно знать, что нам делают. Бог говорит, имеешь – отдай. И любя Господа, веруя в Него, мы не сможем сказать Ему – нет, Господь. Мы говорим – хорошо, Господь. И тогда происходит посвящение. И верующие повсюду в мире собирают. Кто-то в Германии, кто-то в Скандинавии, кто-то в Эстонии. Собирают и раздают. И так Иоанн сказал, плоды покаяния таковы, что человек становится милосердным или добродетельным. Примем это в свое сердце. Второе. Пришли к нему мытари. То есть люди, которые имели движение финансов в своих руках. Мытари – это налоговая служба, это финансисты, это бухгалтеры, это отчетные финансовые личности, которые отчитывались Римскому империю, которые отчитывались Ироду, которые имели финансовое движение. И они, многие из них, были грешны, потому что они допускали коррупцию. Они обманывали людей, убеждая их в том, чтобы они заплатили большее количество налогов, чем положено. И они это опускали в свой карман, и поэтому были ненавидимы народом. Господь сказал им через Иоанна, ничего не требуйте больше определенного вам. Деньги проходили через них. Огромные суммы, потому что они ходили по Израилю, собирали под эти налоги. И они могли обмануть, могли схитрить. Закхей так поступал. Левий, возможно, так поступал. Мы не знаем, был он честным или не был, но Иисус возвал его. И он оставил все и пошел за Господом. Мы видим, Закхей, он сказал, я половину имения отдаю нищим. Половину. А кого чем обидел, отдам в четыре раза больше. Почему в четыре раза больше? Потому что в Ветхом Завете в притчах сказано, если вор будет пойман, он должен отдать в четыре раза больше того, что он украл. Какой был справедливый Бог. Понимаете, если бы он сказал отдать то, что украл, тогда человек думал, ну ничего, меня поймают, я отдам это и все. Нет. Он понимал, что он отдаст теперь в четыре раза больше того, что он украл, чтобы боялся Господа. Бог справедливый. Скажите, аминь. И поэтому Закхей, он чувствовал себя вором. Он чувствовал себя неправедным. И он сказал, я отдам в четыре раза больше. Тогда Христос сказал ему после его слов, ныне пришло спасение дому сему. Это значит, настоящее спасение приходит, когда человек исправляет пути свои, кается пред Богом и оставляет дела. Библия говорит, кто сознается в преступлениях и оставляет их, тот будет помилован. Аминь. Здесь говорится о покаянии. Что нам делать? То есть, как нам покаяться? Как нам жить? Первое. Отдай одежду. Поделись одеждой. Поделись пищей. Христианская жизнь в этом заключена. Третье. Не требуй ничего, не положено. То есть, будь честным в финансах. Не обманывай. Не лукавь. Не бери чужого. То есть, будьте честными. Вот что Бог хочет от христиан. Быть честными во всем. Если пошли куда-то помогать или куда-то подработать, не надо требовать больше определенного. Это будет позор христианству. Когда христианин придет и скажет, я сложу тебе печку-трубу, дай мне тысячу евро. И вдруг приходят неверующие. Которые имеют склонность выпивать. И делают ту же работу качественную за 380 евро. Скажите. Что нужно? Нужно покаяние. Ты же пришел к брату своему. Узнай точно, сколько стоит работа. Сделай ему скидку. Прояви ему милость. Благослови его. И он тебя благословит. Не будем никого судить, но говорю. Бог говорит. Не требуйте ничего более определенного вам. О, человек, сказано, что тебе добро. Что требует от тебя Господь? Действовать справедливо. Чтобы мы были честными. И как написано, Павел говорит официанам, кто крал вперед, не кради. То есть не бери чужого. И чтобы трудись своими руками, чтобы из чего уделять нуждающимся. Итак, мы видим, что Иоанн поднимает насущные проблемы населения. Первое. Отсутствие милосердия. То есть делитесь одеждой, делитесь пищей. Второе. Будьте финансово честными. Мы знаем, что Иуда не был честно финансово. И он был рядом с Иисусом. И он умудрялся положить себе деньги. Господь никогда ему ничего не сказал. Он знал, что его такое сердце. И оно приведет его в погибель. И однажды он предал самого Иисуса за деньги. Потому что деньги для него очень много значили. И дальше Иоанн говорит следующее. Он говорит. Его спросили воины, что нам делать? Господь сказал, никого не обижайте. То есть не используйте свое физическое преимущество. Не используйте свою физическую силу. Нам не нужно использовать свое преимущество. Если мы мужчины, нам не нужно использовать эти физические преимущества и быть диктаторами, быть грубыми. Быть грубыми по отношению к женам, по отношению к слабым, или к сестрам, или к детям. Нет. Не кого не обижайте. Библия говорит. Отцы, не раздражайте детей своих, чтобы они не унывали. И дальше Он говорит. Не клевещите. Почему не клевещите? Потому что воины занимались пустыми разговорами, когда не было сражения. Они играли в кости. И в другие игры. Занимались пустыми разговорами. Бог говорит. Не клевещите. То есть Он не хочет, чтобы мы занимались ненужными разговорами. И вся церковь скажет. Аминь. Нам нужно трудиться. И когда мы трудимся, тогда нам не будет времени для ненужных разговоров. Кто-нибудь еще? Подтвердите это. Аминь. И дальше Он говорит. Довольствуйтесь своим жалованием. Здесь говорится. Жизнь, довольная своей зарплатой. Павел говорит. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть отсутствие ропота. Отсутствие недовольства. Отсутствие огорчения. Жизнь покаявшегося человека. Это довольный. Он благодарит Бога за все. Славит Его и благодарит. Если есть лучшая возможность зарплаты. Слава Господу. Но если нет. Мы благодарим Бога. Что живем в этом регионе. В этой стране. В этом городе. И мы благодарим Бога за это. Слава Господу. Мы благодарим Иисуса Христа. Вот. И вот мы говорим здесь о плодах покаяния. И вопрос, что делать. Позвольте, я еще раз хочу сказать. Луки 3, 10 написано. Что же делать? В Деянии во второй главе, когда народ слушал Петра, они сказали, что же нам делать? Что он сказал им в ответ? Покайтесь. Итак, мы видим опять весь покаяние. Весь покаяние. Она идет через церковь в этот мир. Что же нам делать в этом году? Сколько нам провести евангелизации? Сколько нам максимально раздать Евангелие, которое у нас есть тысячи на складе, но Евангелие. Как нам это сделать? Мы думаем об этом. Как нам захватить тысячи людей? Как нам захватить столько людей, чтобы максимально услышали проповедь о Христе? И Петр говорит, покайтесь, докрестится каждый из вас, получите дар Святого Духа. Он сказал непокаявшимся. Дальше. Когда Павла встретил Господь, что он спросил Господа вопрос? Когда его света сиял? Кто ты Господь? А потом говорит, когда он знал, что это Иисус, он сказал ему, что повелишь мне делать? Пусть сегодняшний вопрос будет в сердце каждой девушки, каждого юноши, каждого из нас. Господи, что повелишь мне делать в этом году? Что повелишь мне делать? Как поможешь мне спасать людей? Как? Пусть наши дома откроются, квартиры откроются для детей, для молодежи, для домашних групп. Пусть откроется наше сердце, откроется наша карман или наша рука, чтобы делать то, что хочет Господь. Что повелишь мне делать? Это честный вопрос. Это провокационный вопрос, потому что мы провоцируем в правильном смысле. Господа сказать нам. Юноша подошел и сказал, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А про что мне делать? Что делать? Он говорит, иди. Иди продай. И следуй за Мною. Господь, Он говорит нам иногда такие вещи. И Господь сказал мне в одну субботу, когда я постился, думал, где мне взять средства, там строить молитвенный зал, что делать? Бог дал мне местописание юношу. Продай и следуй за Мною. Продай и следуй за Мною. Поэтому мы должны сказать Богу да. Первое, нет, как же это может быть? А как же транспорт? А как же что? Бог говорит. Делай это. И Господь хочет, чтобы мы были буквально послушны Ему во всем. Вот дело Божие, чтобы мы поверили в Иисуса, поверили в сверхъестественное поручение, которое дал Господь церкви идти и спасать. Чтобы потом было меньше криков в Аде. Чтобы было меньше наших друзей и одноклассников, которые бы попали туда. И поэтому в этот год, в это время я возвышаю весть о покаянии. Я поднимаю, возвышаю весть Евангелия об Иисусе Христе. Весть призыва. И если в твоем сердце есть вопрос, что мне делать? Если в нашем сердце есть вопрос, кем ты хочешь, Господь, чтобы я был, что я делал? Это правильный вопрос. Служитель прославления, служитель молитвы, работник на Ниве Божьей, для детей, для бедных, бездомных и для кого-то других. Да благословит Господь нас это делать. И сегодня в заключении примера Иисуса Христа. Он не только не дорожил жизнью, он отдал ее. Он отдал за тебя и за меня. И он сказал, примите и ешьте. То есть, примите внутрь себя мое тело, мою кровь. То есть, другими словами, будьте как я и будьте со мной неразрывно связаны. Иисус своими страданиями, своими муками, своими слезами, потом, который был с кровью смешан и смертью, выкупил нас. Он подарил нам благословение неба, которое мы никогда не заслуживали. Я помню свое непослушание. Я помню себя мальчишкой. Я помню, как мы сидели, шутили, смеялись в церкви. И подшучивали иногда над проповедниками. Но Бог любил меня. И я сидел там на балконе, где сегодня имею счастье находиться. Сидел, смотрел на эти стены, слушал проповеди. И я знал, что они говорят правду. Что это правильно. Бог есть. Все это нужно. И я знал, что наступит день, когда я должен публично выйти и перед всеми покаяться. Потому что в нашей церкви проповедовалось покаяние и исповедание лично, публично. Мы должны исповедовать, что я покаюсь, я грешник. И я жил под страхом. Как же я выйду перед всеми? Как же я буду каяться? Но это была напрасная забота, когда дух сюда коснулся моего сердца. Я однажды выбежал. Мне было 12 лет. И я просто рыдал. Я рыдал и плакал у ног проповедника. Я упал на колени около кафедры с обратной стороны и просто рыдал. Но я многого не понимал. И часто был непослушен родителями. Но когда мне было 16, я уже принял решение. Я должен покаяться по-настоящему. И музыку, которую я любил. Я так любил музыку. Популярную музыку того времени. И песни. Я знал, что это уже неправильно. И как-то произошло, что в сердце и моем, как в сердце многих верующих, пробудилась вера, что нужно жить для Бога. И сегодня, по милости Божией, многократно помилованы и спасены им. И вместе с вами. Я хочу служить Господу. Я хочу вместе с вами принять призыв, который Бог говорит Гедеону. Иди, избавь мой народ от руки врага. От руки Лукао. Поэтому сейчас я обращаюсь к вам, мои друзья. Мои друзья. Мои возлюбленные братья и сестры. Всем, кто с нами в зале. И все, кто с нами в прямом эфире. Я обращаюсь к вам. Давайте делать это вместе. Нести это драгоценное слово. Спасение. Как проповедовал Иоанн. Как проповедовал Иисус. И затем апостолы. И церковь до наших дней. Потому что благодаря этому слову люди будут спасаться. Субтитры создавал DimaTorzok